Начало коллекции культуры Петровского времени было положено экспонатами из так называемого кабинета Петра Великого, мемориального кабинета при Кунсткамере Академии Наук. В 1848 году этот кабинет был передан Эрмитажу. Коллекция предметов, собранных в нем, отражает один из самых интересных этапов истории России, эпоха перелома, реформ, новшеств, встряхнувших все области, все сферы жизни. Этот перелом в жизни выдвинул много передовых деятелей. Перед вами пройдут люди, которые осуществляли эти реформы, создавали новые. Не у всех из них в условиях самодержавия была легкая и благополучная судьба. Но даже те, которые впали в немилость, остались в памяти потомства. В начале 18 века была создана Петербургская Академия Наук, проект которой обсуждался в Зимнем дворце Петра I, который находился на месте Эрмитажного выхода театра, здесь рядом, который был построен Гваренгий. Деятельность Академии Наук также отражена в фильме. Показаны станки талантливого механика Академика Нартова. Но помимо экспонатов, имеющих историческое значение, Эрмитажная коллекция содержит и подлинные произведения искусства, скульптуры Растрелли, отца строителя Зимнего, ювелирные изделия, серебряную посуду, образцы живописи и миниатюрные портреты. Петр I в 1714 году учредил и первый музей в Россию кунсткамеры, который содержал зоологические, ботанические, минералогические коллекции и разные диковинные предметы, к которым относились тогда и древности. По приказу Петра I из Рима после больших трудностей была доставлена и мраморная цитата Венеры, так называемая Венера Таврическая, которая сейчас украшает залы античного отдела. Доставлялись и другие античные скульптуры, доставлялись медали и старые монеты. Можно сказать, что из рождения первых научных музеев в нашей стране связано с теми большими реформами, которые произошли в XVIII веке. Субтитры создавал DimaTorzok Первая четверть XVIII века Время, когда Россия молодая В бореньях силы набирая Мужала с гением Петра Россия, на столетие оторванная от морей С неправдоподобной быстротой Строит военный флот И в ходе победоносной Северной войны Возвратив свои исконные земли Выходит к Балтийскому и Черному морям В 1703 году Задолго до окончания Северной войны В устье Невы Закладывается новый город-крепость Город-порт Санкт-Петербург По словам поэта Россия вошла в Европу Как спущенный корабль При стуке топора И громе пушек Время требовало людей энергичного склада Не знатность, а личные качества Ум, талант и деловитость Начинают реально влиять на судьбы людей Пример тому Александр Данилович Меньшиков Сын солдата А впоследствии Светлейший князь и фельдмаршал Умевший не только осуществлять Но и предугадывать обширные замыслы Петра Борис Петрович Шереметьев Потомок древнейшей русской фамилии Но при этом горячий сторонник Самых решительных новшеств Один из самых образованных людей России Кисть художника Петровского времени Сохранила для нас облик Птенцов гнезда Петрова Среди них Михаил Иванович Сердюков Калмык Торговый человек Инициатор и строитель Вашневолодской системы шлюзов и каналов Антон Девьер Бывший португальской юнга Ставший первым генерал-полицмейстером Петербурга Энергичным и неподкупным Григорий Дмитриевич Строганов Предприниматель, промышленник Оборотистый купец И в то же время Человек широких интересов Основоположник целой фамилии Меценатов и покровителей искусства Петр Андреевич Толстой Талантливый дипломат И президент коммерц-коллегии Этими людьми Осуществлялись реформы Реформы армии и флота Промышленности и культуры Это было время широчайших интересов В поле зрения оказывается все От строения небесной сферы До поисков новых географических путей Из Петербурга Отправлено в подарок Парижской академии наук Карта Каспийского моря Составленная Соймановым Знатоком навигации и математики Самая точная по тому времени А в самом Петербурге Уже разрабатывался проект создания Первой российской академии О многих экспонатах Петровской галереи Можно сказать Первые Впервые Поднос Из первой меди Екатеринбургского медиплавильного завода Кубок-кораблик Из первой пробы серебра Выплавленного в Нерчинском округе Корабль Своего рода символ времени Первые корабли Изображаются на первых Русских гравюрах Без них не мыслит себе Панорама Петербурга Талантливый русский график Алексей Зубов Гравюра Один из самых популярных Видов искусства И в то же время Хроника событий Торжественный вод Пленных шведских кораблей В Неву Для вечной славы Так определялись тогда Цели гравировального дела Откликаясь на ход событий Впервые появляется в искусстве Батальный жанр Сражение Пригренгаме Но пальму первенства В батальном жанре Держит полтавский бой Эта блестящая победа Не только окрыляла страну Она меняла в корне Всю расстановку европейских сил Полтавскому сражению Полтавскому сражению Этот образ Петра Созданный Растрелли Напоминает пушкинские строки Его глаза Сияют Лик ужасен Движение быстрое Он прекрасен Он весь Как Божия гроза Это один из самых достоверных Скульптурных портретов Петра Он выполнен человеком Близко его знавшим И увидевшим в нем Отражение целой эпохи Образцы мебели Предметов быта И убранства Дают возможность Составить представление О городском интерьере Начала 18 века Мебель на первый взгляд Почти ничем не отличается От общеевропейской Стол в английском стиле Со спущенными полами Но присмотреть Это не инкрустация А роспись по левкасу В технике иконописи Сколько раз Спыхивали за окнами Потешные огни Сколько раз В честь Виктории На море и на суше Подымались за здранные Кубки Изделий русских мастеров Стекольных заводов Измайлова, Ямбурга, Петербурга Веселя глаз Появлялись кубки-шутихи Снабженные подвижными фигурками Простота Иногда гранича С грубоватостью Была во вкусе времени Это изделие русских златокузнецов Ремесло Имеющее глубокие Давние корни Такими ковшами И братиными Как правило Награждали в знак Отличия и благодарности За успех дела и предприятия Или здравую мысль Приведенную в исполнение Аминь 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 Мастерство Всякого рода Было в чести Поощрялось Будь то древнейшее искусство Северных косторезов Создававших Из моржовой кости Сложнейший ажурный узор Или вновь заведенное в Петербурге Лакерное дело Производство лаковых изделий Среди которых Наибольшей популярностью Пользовались так называемые Кабинеты Настольные расписные бюро Сундучок Тульской работы Изделия из тульской стали Отличались не только Совершенством пропорций Безупречным вкусом И изяществом отделки Тульские мастера Делали сложнейшие механизмы Замки и затворы Смотрите продолжение в следующей части Сам Петр, царь-работник, почетный член Парижской академии наук и достойный собеседник Лейбница и Левенгука был способен заложить шестидесятипушечный корабль на верфи. Люстра моржовой кости, резанная им в собственной токарне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С токарней связано одно из славных имен имя Андрея Нартова, талантливейшего механика-самородка. Он создал эти тончайшие и совершенные для своего времени станки. На этом станке по бронзовым копирам создавались рельефы Триумфального столпа. В Эрмитаже есть зал, построенный в 30-е годы. Зал впечатляет и великолепием, и сдержанностью отделки. Но вряд ли стоит искать в нем сходства с суровыми, почти бивачными вкусами первых лет существования Петербурга. Тех лет, когда, по выражению Пушкина, странный этот монарх одной рукой закладывал город, а другой его защищал. Когда в указах его, касавшихся державства и войны, то проявлялся ум обширный, государственный, то такая жестокость, будто они писаны были кнутом. Но не было такой сферы русской жизни, которой не коснулось бы кипучая деятельность Петра. Искусство стало процветать. Возникла светская живопись. Определилось своеобразие портрета русской школы. Этот детский портрет кисти Никитина – один из лучших в галерее русских портретов этой поры. Сочетание взрослой прически с трогательной беззащитностью детства придают особую прелесть портрету. Школа русского мастерства отличалась не столько внешним блеском, сколько проникновенной глубиной и мечтательностью. Это в полной мере относится и к творчеству другого талантливого мастера Матвеева. Ученик голландского живописца Мора, портреты которого также есть в галерее, Матвеев не перенял его жестковатой, холодной манеры. Русского мастера интересуют не символы и атрибуты власти, а личность, натура, человек. Среди разнообразных экспонатов коллекции, воскрешающих картины быта, баталий, труда и празднества, свадебные пиры, несколько церемонные по обычаю и все же тронутые духом кумпании, товарищества, которые были признаком этого деятельного времени. Но особо внимания в коллекции заслуживает уникальное собрание миниатюры на эмали. Роспись по эмали или русская фенифть была известна еще в XI веке. Миниатюрные портреты на медных и золотых пластинках появились только в Петровскую пору. Признанным мастером этого жанра стал русский художник Григорий Мусикийский. Человеческая теплота, тщательность исполнения, сияние радостных красок придают этим портретам значительность и очарование. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Всего лишь четверть века, но это годы, полные событий, преобразований и новшеств, годы мощного национального подъема. Эрмитажная выставка дает возможность увидеть живые черты этой интенсивной и бурной поры в истории России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok